Друзья, мы находимся опять-таки в доме Людмилы Якова, и сегодня я хотела представить вам нашего серого кардинала, так сказать, которого не видно, но он отлично выполняет свою работу. Юра занимается property management на короткую сдачу, и к нему переходят дома моих клиентов. Мы покупаем дом, закрываем сделку, и дальше вступает в свою роль Юра. Здравствуйте. Расскажите, чем вы занимаетесь? Да, мы занимаемся property management полностью, начиная от ремонтов и заканчивая day-to-day operations. Извините, да. То бишь мы его и сдаем, и ремонтируем, и полностью ведем все коммуникации с гостями, полностью поддерживаем от начала до конца и также помогаем новым клиентам и платить за всевозможные билы, HOA, налоги. Также лицензии ты говорил, что вы занимаетесь... Все, полностью оформляем все лицензии, которые нужны. Сколько лицензии стоит приблизительно? Лицензии стоит 220 долларов, а лицензия от штата стоит, плюс от county стоит долларов 50-60. То есть вы помогаете, то есть клиент отдавая вам дом, он не думает о лицензии, хоть все это заполнять. Да, отдавая дом к нам в менеджмент, мы полностью ведем его, помогаем полностью, весь paperwork делаем, налоги и т.д. и т.п. А сколько, если не секрет, ваша комиссия? Наша комиссия составляет 20% от rentals, то бишь, если мы сдаем его на 1000 долларов, то мы берем 200 и 800 отправляется owner. Это как просто круглое число, чтобы было легче представить. Также, если это в зависимости от типа объекта, если это дом или кондо или таунхаус, у нас есть еще, на дома у нас есть property management fee, это 100 долларов в месяц, она включает в себя какие-то мелкие замены фильтра, какие-то небольшие ремонты. Почему на дома есть она, кондо и таунхауса нету, потому что на домах как бы больше moving parts, и они, и надо больше внимания им уделять, это очень важно. В домах больше проблем, чем в таунхаусах, и вызов происходит более часто. Да, и это больше и больше людей задействованы в процессе его обслуживания, так как кондо и таунхаус, они более маленькие, они находятся зачастую в каком-то районе, в комьюнити, и все такие сервисы берет на себя зачастую ассоциация, в которой находится эта кондо. А вот говоря про этот дом, приблизительно сколько будут стоить сутки? Вот самый большой предел и может быть вне сезона какой-то самый? Да, ну самый большой предел это у нас, мы рассматриваем праздники, это или Новый год, или какие-то Пасха, 4 июля, и здесь в принципе sky is the limit, можно и 400, 500, 600, в зависимости от маркета, от состояния маркета, от спроса. Ну вот эти таты, они всегда продаются хорошо, и они всегда намного дороже. Средняя цена будет чуть-чуть меньше, думаю, где-то 200, 250, 300. Просто каждый дом, он немножко индивидуален, в зависимости и от района, в зависимости от того, что этот дом себя включает, есть ли у него какая-то тематика, какого плана у него мебель. В Орландо очень большая конкуренция на дома, это один из самых больших vacation rental маркетов во всем мире. Да, и здесь около 50, 60, 70 тысяч vacation rentals, практически ни в одном городе такого нету. Это как и плюс, и минус, плюс, потому что он всегда востребован, и сюда очень много туристов едет, да, за счет этих парков, и Диснея, и Юниверсала, да. И этот город, который не только туристы едут из Америки, он также у нас international airport, и сюда прилетает очень много туристов и с Южной Америки, и с Европы, и с Китая, и т.д. и т.п. Но это приводит большую конкуренцию в недвижимости, большую конкуренцию в vacation rentals, и поэтому мы всегда стараемся быть как бы в конкуренции, и поэтому нам нужно всегда, чтобы все дома были, да, и дома были хорошо в плане maintenance все были, и плюс, чтобы каждый дом был немножечко уникальным по-своему. Тогда, если все это вместе совпадет, тогда мы сможем какой-то премиум и на цены, и развивать этот дом как бы в плане индивидуального бизнеса. Грубо говоря, например, когда мы выставляем, например, вот этот дом, он только ушел на Airbnb, ему потребуется какое-то время, чтобы у него появились какие-то ревью, чтобы люди пожили, дали свои рекомендации, чтобы следующие гости, видя уже, что этот дом в нем уже останавливались, чтобы они чувствовали себя удобно и комфортно приезжать сюда, и они знали, что здесь не будет каких-то подвохов, подстав, что-то может не поломаться, особенно, когда люди едут с детьми, никто не хочет попадать в такие ситуации, и зачастую они лучше переплатят там 20-30-40 долларов в ночь, но они поедут туда, где уже все проверено и зарекомендовано. Поэтому это как каждый дом, это как индивидуальный проект, и его нужно как бы смотреть отдельно, и возвращаясь к ценам, все это формирует цену. Если мы все соблюдаем эти факторы, то мы потихонечку-потихонечку и выстраиваем ценовую политику, и поднимаем ее постоянно, и загрузка дома постоянно увеличивается. То есть в среднем, вот конкретно этот дом, можно сказать, 250 долларов? Вот на данный момент мы начали, что мы его поставили на рынок по цене 200-250 долларов за ночь, в зависимости тоже от какого дня. Но в плане, как мы пойдем сейчас дальше, и он начнет сдаваться, начнут приходить ревью, мы постепенно начинаем увеличивать цену, и тем самым надеемся, что мы сможем увеличить ревеню этого дома. Не все сразу. И как тебе этот комьюнити, Юра? Я считаю, что это популярный. Один из таких последних комьюнити, который был построен, не прямо уж последних, но свежий, можно сказать, в своем стиле, итальянском, медитрениан, очень с хорошим месторасположением, которое находится рядом с основной дорогой в Орландо, в Кисиме, и от которой можно добраться до всего комплекса Диснея в принципе в пределах 20-25 минут. Рядом все... Я называла 15 минут. Мне кажется, это смотря какой вход. С 429-й, да. Смотря какой трафик. Можно и 15. Какой парк хотите. Да, и какой парк хотите, но плюс-минус 10 минут особо ничего не решает. И плюс в этом здесь расположены все продуктовые магазины, рядом больница круглосуточная, если какие-то есть emergency, все рестораны. Очень много плац с ресторанами. Все такое туристическое эре, которое, да, каждый турист найдет для себя все самое необходимое. Я хотела задать вопрос. Юра, ты сказал, что вы берете 20% от сдачи, да? Да. А если, например, хозяин дома сам нашел себе кого-то, ну, не знаю, знакомые, он им сдал, вы с этой суммы тоже берете или нет? Нет. Если хозяин решил приехать сам или решил пригласить своих друзей, то мы полностью поддерживаем его гостей и хозяина, но мы за это как бы ничего сверху не берем. Просто в таких случаях мы как property management чарджим cleaning fee за уборку. Ну, как бы, естественно, когда приезжают клиенты, туристы, они платят за уборку, когда приезжает он. И отдельно, да? Да, дом принадлежит клиенту, в принципе, он решает все, что... Ну, обычно за cleaning fee платит клиент, это уже входит в Airbnb fee. Да, да. Да, это отдельные fee, но они всегда входят. Но когда приезжают друзья, это получается не через Airbnb, значит, придется друзьям платить cleaning fee. Юра, у меня такой вопрос. Юра спросила, что-то этот вопрос, меня немножко засало и располох. Я помню, что мы с тобой обсуждали по поводу вот барбекю. Сколько стоит аренда? Я объяснила все, как бы, клиентам, что лучше его не покупать. Сколько стоит барбекю? Аренда барбекю стоит 75 долларов. Что, в день? В неделю. А, в неделю, вот. Газ подорожал, барбекю подорожал. Я помню, что это 70. 75 долларов. Давно просто это обсуждали. 75 долларов стоит в неделю, да, всем своим клиентам. Мы не рекомендуем покупать барбекю, ставить его у себя на бассейне, потому что это очень трудоемкий и грязный процесс. А скажите, кто его заказывает? Как это работает? Как это работает? В момент, когда гости делают резервацию, у нас помечено, что если вы хотите барбекю, дайте нам знать. Это стоит 75 долларов. Они нам говорят, мы хотим снять барбекю. Мы их оформляем, берем 75 долларов и с нашими партнерами, которые нам оказывают помощь в доставке, они привозят за день до того, как эти гости приезжают, они привозят барбекю, все раскладывают. Гости приезжают, попользовались. Неделя прошла, они приехали, погрузили, увезли, помыли, почистили, никакой головной боли, поменяли баллон. И все рады, и гости рады, и хозяин рад, что у него никакого нет бардака. Юрь, я вот хотела еще буквально, чтобы у нас не получилось слишком долгим разговор, буквально такие главные пункты, которые ты всегда советуешь своим клиентам. Вот, например, ты всегда советуешь из гаража сделать игровую комнату или повесить буквально обои тематические в детских спальнях. Вот какие вот еще могут быть такие пункты? Например, ты говоришь, что бассейн, если он подогреваемый, это добавляет цену 30 долларов в ночь где-то? Да. Ну, во-первых, в Орландо в основном все туристы, которые приезжают, они приезжают сюда с детьми. И каждый родитель хочет, чтобы отдых был каким-то уникальным, и каждый хочет, чтобы дети погрузились в сказку, грубо сказать. И мы всегда рекомендуем, чтобы в каждом доме были какие-то отличительные черты, чтобы были какие-то детские обои, всевозможные игровые комнаты, подогреваемый бассейн тоже, да, это очень важно, потому что зимой, грубо говоря, с октября по май, хоть это и Флорида, но все равно слишком купаться холодно, и люди предпочитают, чтобы вода в бассейне была потеплее. Это тоже стоит экстра, это стоит 30 долларов в день экстра, если они приезжают на неделю, это 210 долларов, и практически никто от этой опции не отказывается. Это прямо как must-have для всех клиентов, у которых дома, у них обязательно должен быть стоять pull-heater. Плюс спа, конечно, очень тоже поднимает и интерес к дому, и цену на ночь, потому что люди тоже любят расслабляться в спа. Игровая комната, в зависимости от бюджета клиента, там можно сделать все, что угодно, но хотя бы какие-то пару игровых бильярдных столб, какой-то воздушный хоккей, плюс телевизор, неплохая комбинация, чтобы люди смогли проводить свои какие-то вечера в этом доме. И, в принципе, за очень умеренный бюджет можно все это сделать, как бы все переоборудовать, и это будет добавлять дома только в плюс. Ребята, знаете, что мне нравится в профессионализме этого человека? Я уже с Юрой давно работаю, и я просто всегда поражена тем, что он пробежит, я тебя немножко похвалю, хорошо? Пожалуйста. Я просто скажу то, что я говорю даже своим коллегам, например, когда я советую, чтобы они давали контакты Юре своим клиентам. Этот человек пробежит еще миль пять, вот так вот, чтобы подготовить именно дом. Он не просто берет дом и уже говорит, что вот что вы мне дали, то так и получаете, да? То есть он будет просить, ребят, давайте там диван поменяем, вот этот диван вам столько туристов сюда привезет, давайте обои повесим. Они не будут дорого стоить, но это сразу будет повышать интерес, потому что туристы смотрят на фотографии. Фотограф у него очень классный. Я все твои листинги вижу на Airbnb. Выглядит так, что вот прям хочется ехать. Там есть и точечные такие фотографии, как они называются. Детальные. Детальные, да. Вот очень красиво, да. И детали, и так далее. И у меня очень много клиентов было, которые приобретали, инвесторы. Они даже не видели то, что они приобретают. Но это тоже как бы, ну и моя заслуга, но и Юрина, потому что я знаю, что когда я отдаю в его руки, человеку некогда, он бизнесмен. Он живет в Чикаго, в Нью-Йорке, в Канаде. Ему некогда сюда прилететь. Он просто хотел вложить куда-то деньги, в какую-то инвестицию. Сейчас очень много вкладывают во Флориду и в Орландо. И я, когда отдаю эти недвижимости, эти объекты Юре, он и ремонт может сделать. И сразу выкидывает все, если это было уже с мебелью, он выкидывает, например, все полотенца, просто у него все покупает новое, и он не пытается потратить что-то дорогое. Он идет просто в Волмарт. Волмарт, да. Да, Волмарт. Этого достаточно. Там такая же, такие же самые, да, Икея, Волмарт. И, ну, чтобы не было затратно. То есть экономично. Да, экономично, но очень, да, да. Это очень важно для инвестиций. Конечно, конечно. Но я знаю, также общалась с некоторыми property managers, они, ну, ничего не предлагают, ничего не делают. Вот как им дали объект, вот так они его будут сдавать. Такие тоже есть, сказать, да. Вот я встречала, но ты в своем бизнесе таких тоже встречала. Мы пытаемся быть со своими клиентами, как с партнерами, и если у них будет лучше сдаваться, то у нас будет больше комиссии, как бы это win-win situation для обоих, и поэтому мы пытаемся, как бы, чуть-чуть больше, как бы, донести до людей, как бы, что мы можем сделать, да, что мы можем сделать, чтобы это было и вам в плюс, и нам в плюс, чтобы и мы, как бы, свои силы не тратили впустую, и вы, как бы, свой инвестмент не потеряли, как бы, чтобы нужно, и чтобы maintenance был правильно, и чтобы всегда было все... Если чуть-чуть запустить любой объект недвижимости, то потом можно расхлебывать очень долго. Если где-то подтекает, если где-то, где-то что-то поломалось, если это вовремя не починить, если это вовремя не увидеть, то месяц-два, особенно во Флориде, где такой влажный климат очень, где дожди очень часто идут, это может привести к очень печальным последствиям, поэтому, и как Надя говорит, да, по мебели, ну, как я уже говорил, за счет того, что в Орландо очень большая конкуренция, мы должны постоянно быть, как бы, в тренде, мы должны постоянно смотреть, как бы, мониторить рынки, мы всегда смотрим, а что другие люди сдают, а как они сдают, это ни на секунду нельзя не отпускать, какие цены у других людей, мы дороже, мы дешевле, у нас команда есть, которая постоянно это все смотрит, наблюдает и думает постоянно, как, что можно в этом доме увеличить на X и получить 2X ретерна, поэтому такой, как бы, процесс каждодневный и должен быть для клиента и для нас, как бы, mutual и бенефитис. А сколько мы в этом бизнесе уже? Мы начали заниматься это с 2014 года, сейчас уже, получается, 8-8 год идет, да, мы постоянно, только в этой эре, Орландо, Кисиме, Девинпорт, если какие-то люди обычно звонят, говорят, можете там помочь нам в Тампе, в Майами, ответ нет, не можем, потому что нужно всегда находиться именно в этой эре, постоянно мы ездим, смотрим, постоянно ваш property manager должен быть на месте всегда, если его где-то здесь нет на месте, значит, что-то не так работает, как бы, зачастую. И вот здесь у нас в управлении около 100-120 объектов недвижимости вокруг Диснея, вокруг Диснея, эре, это и дома, и там хаусы, и кондо, все short-term, также мы делаем и long-term, но long-term это чуть-чуть другая история, и другие районы. А сколько у вас в команде человек? У нас в команде человек, я думаю, около 20 человек у нас в команде, я не подумала, что одному не справимся с таким тюристом. Нет, у нас, да, около 20 человек в команде, это которые принимают day-to-day оперations, включая и хаускиперов, мейнтенсов, кто-то на бэк-офисе, кто занимается всем резервейшнами, просматривают, смотрят, плюс у нас много саб-контракторов, которые делают, плюс это и люди, которые бассейны убирают, и газоны стригут, ну это они тоже у нас... Да, конечно, и ремонты. То есть весь спектр. Весь спектр. Абсолютно все, да. Абсолютно все. Потому что здесь, если кого-то одного, на самом деле, это все очень важные люди, которые все, без одного этого человека, какого-то, выпадают весь процесс, как бы, если они очень важны, и тот же человек, который бассейны чистит, и газоны стрижет, и после каждого урагана сетки на бассейне делает, и любые, там, кран, электрика. Это вот 20 человек, и плюс еще 3-4 компании, которые мы полностью работаем, которые мы саб-контракт делаем, которые полностью эксклюзивно с нами работают. Ну это круто, я хочу сказать. Ну, целая, да, инфраструктура для... Сырка. Сделана для того, чтобы обеспечивать этот дом к сдаче. Как бы, это процесс, процесс, на самом деле, почему, да, 20%, процесс, на самом деле, очень трудоемкий, и очень затратный, как бы, каждый дом, это целое такое, как бы, дело. Например, если какой-то инвестор покупает себе дом, и он думает, я буду заниматься этим сам, мне кажется, он думает, я это все справлюсь, все очень легко, и на самом деле, этот дом будет у него забирать просто столько времени, и труда общаться с гостями, разруливать какие-то проблемы, мелкие, там, нехватки полотенец, там, каких-то розеток. И зачастую многие, кто начинает этим заниматься, они думают, когда им ночью начинают звонить гости и пытаться спросить, как включить или настроить Netflix на телевизоре, или почему у них Wi-Fi там не работает, они хотят посмотреть какую-то футбольную игру, и он понимает, что вообще этот бизнес, как бы, это вообще не бизнес, а просто работа. 24 часа на 7, как бы, и поэтому мы сюда рекомендуем, лучше отдайте, и как бы расслабьтесь, и чтобы это не было вашей работой. Во-первых, это будет профессионалами все обслуживать. Да, это будет качественно. Если ты сам купил и ничего его не знаешь, ошибок много понаделаешь. Да, можно как бы и ошибок наделать, и опять же, нужно очень тяжело менеджить дом, не находясь рядом с этим домом, потому что ты никогда не будешь знать, где-то у тебя потекает, где-то у тебя затекает, и ты это узнаешь только тогда, когда у тебя полэтажа обвалится. Когда у тебя обвалится полэтажа, то, в принципе, уже будет поздно это будет все делать, как бы, поэтому это надо, надо постоянно, это каждый день этим заниматься. Спасибо большое, Юра. Без проблем. Юра достаточно скромная, скромная персона. Да, это мой дебют. Еле уговорили. Еле уговорили. Спасибо большое. Без проблем. Это было, ну, очень продуктивно. Мне, мне, вроде, все вопросы спросили, если будут какие-то у вас вопросы, опять-таки, обращайтесь. Пишите в комментариях, мы вам ответим. Пишите в комментариях, мы дадим вам контакты, Юра. все здесь, наверху, сейчас покажем вам, пишите, то есть по почте, в инстаграм, и мы передадим контакты Юре без проблем. Я думаю, у Юры много новых появится. Да, Спасибо большое, Юра, за встречу. Спасибо, девчата. Всего хорошего. Всем пока. До свидания. До свидания.